Микс Ньюс 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 Это как-то перегруппироваться, отдать то, что я до этого делал, потому что многие вещи и начаты, и нужно продолжать их делать. Как-то, не знаю, оплата интенсивной терапии, например, я это начал, считаю, своим проектом, хочу это закончить. Но в то же самое время пришло очень много новых обязанностей. А вы думаете, что без вас это может быть как-то отложено? Нет, просто я самый информированный в этом плане, если я был с самого начала и понимаю, зачем это делается, конкретно реформа, кто туда вовлечен, где у кого какие цифры и так далее. И как это довести, как можно быстрее до конца, а нужно довести до конца быстро, чтобы с января уже начать финансировать по-новому. То ты не можешь это просто так оставить, кому-то отдать. Ну и в целом, конечно, да, что еще, наверное, это один из приоритетов для меня в моей новой должности, это необходимо больше смотреть именно вовнутрь и думать о развитии организации, об укреплении НВД административно. Потому что многие вещи, та же самая и веселы, ибо главная проблема – это текучка кадров, зарплаты, компетенции и так далее. Да, вчера вы об этом сказали уже, о текучке кадров, но говоря о приоритетах, вступая в должность, вы сказали, один из приоритетов – развитие информационных коммуникационных технологий. Ну, в принципе, ваш профиль. Да. Если поподробнее, что именно? Именно конкретно данные. Мы очень много решений в системе принимаем, исходя из мнений экспертов. И несмотря на то, что эксперты, как правило, люди очень умные и образованные, они все-таки не видят, как правило, всей картины и не всегда смотрят с перспективы пациента. Например, можно привести? Ну, например, один из актуальных вопросов – это уровни больниц, где… Пять уровней, да? Ну, в данный момент пять уровней, да. Но самое главное там, суть вопроса в том, в каких местах мы оказываем неотложную помощь и в каких не оказываем. В общем-то, когда мы говорим об уровнях больницы, мы говорим о том, если там неотложная помощь, 24-7, какие специалисты там дежурят и, соответственно, каких мы специалистов там оплачиваем. Так вот, если смотреть на данные и исходить из данных, то получается, что, например, жители Латвии до сих пор попадают с инфарктом в те больницы, где не могут предоставить весь спектр необходимых манипуляций. И попадают они туда причем? Потому что там очень много разных. Во-первых, все начинается со звонка, неотложной помощи. Они трактуют состояние пациента. Есть план госпитализации на странице НВД. Он изменяется, опять-таки. Если болеют, неважно, бастуют специалисты, он меняется, то есть происходят изменения. Они так часто вас бастуют? Не часто бастуют, но довольно часто болеют. У нас действительно проблема в регионах с анестезиологами, например. И тогда что происходит? Тогда просто до конца довести? Конкретная больница. Ну, допустим, больница в Кулдеге информирует НМПД и НВД о том, что конкретный специалист не может принимать больных. И больных везут, например, в Леопольскую больницу. Ну вот. И что показывают данные? Нам нужно достичь того, чтобы пациенты с инфарктом в течение первых двух часов попадали бы или в Рижске, в Страдо-Невгайлизерс, либо в Дау-Опилс-Лепай, и где им приведут тромболиз, инвазивная кардиология, где, ну, представляются все услуги. Это называют инфарктной единицей. Как это с данными все-таки связано? Вот мы начали с информационно-коммуникационных технологий. В чем, где эта ошибка закралась, чтобы попадали уже в конечную счету люди? А эти данные, то есть вы можете посмотреть на странице, на домашней странице НВД о 30-дневной смертности после инсульта или после инфаркта. Так вот, вся идея была в том, что принимать решение о том, где, каким уровнем больниц быть, нужно исходя из вот этих данных. Они тоже несовершенны, нужно брать очень много во внимание, но исходя именно из этого, они просто из того, что кто-то считает, профессор так считает или мэр конкретного города считает, что должна быть там инфарктная единица или не должна быть. Учитываются, но нужно фокусироваться на них больше. Хорошо, правильно я понимаю, что из-за, в принципе, проблемы с информационными технологиями была отстранена ваша предшественница, Инга Милошевича? В большой степени, да. И, насколько я понимаю, по словам нынешней главы Минздрава, Илзе Винтела, якобы были закуплены некие слишком дорогие носители данных, там идет речь о 300 тысячах государственных денег, которые, в принципе, не нужны. Это все так? Как вы эту ситуацию можете разъяснить немного? И конкретно, конкретное дисциплинарное дело, я причем хочу сказать, что я там и не, то есть мы можем говорить о оптимальной и не оптимально принятых решений, но конкретно о Инге Милошевича говоря, я хочу заявить, что я абсолютно не вижу никаких признаков коррупции или какого-то злого умысла, но когда ты директор и у тебя нет ответственных людей под тобой, которые компетентны, и ты вынужден принимать неинформированные решения, подписывать бумаги, не будучи уверенным в том, что там внутри, и при этом проекты идут, на тебя оказывается давление, что ты можешь потерять европейские деньги. Со стороны кого? Политиков. Со стороны политиков, со стороны и министерства в том числе, и со стороны общества, со стороны журналистов и так далее. То есть в основном ультимативная задача в том, чтобы ЭВСЛИП развивалась. То есть нет вопроса в том, нам ее строить или не строить. Это данность, и тебе нужно решать вопросы совершенно элементарные, как то сделать, допустим, электронный рецепт более удобным для врачей. И с точки зрения врачей и жителя ЭВСЛИП воспринимается как… Ну там никто не думает, что там должна быть инфраструктура и сколько она стоит, там 300 тысяч. Это небольшие деньги совершенно для системы критической, которая должна быть, должна работать 24. Не, ну если лечь это в деньгах, которые в итоге, как оказывается, были выкинуты впустую, тогда уже эта сумма в другое качество приобретает все-таки. Там нету таких выводов, что какие-то 300 тысяч были выкинуты. Вот эти носители данных, которые якобы совершенно необоснованно на них были потрачены. Вот эти 300 тысяч, опять же, там фигурирует эта сумма. Если вы помните, к 1 января 2019 года была разработана база данных, где были согласованы многие регистры. И вот в этом проекте подразумевались мощности, именно серверные мощности для конкретной базы данных. Так. Они используются для других целей, и это трактуется как… Необоснованное использование. С перспективы конкретного проекта, да, и при том, что закон, ну в данном случае там заморожена конкретная норма, но уже понятно, что он не будет в таком виде работать, конкретная база данных работает, мы по ней принимаем решение, используя, принимаем решение, имеет ли право или не имеет право житель на услуги, оплачиваемые государством. Но эти мощности совершенно не те, как было, как предполагалось до этого, когда будут каждый житель Латвии, про него будет запрос из учреждений перед тем, как ему оказывать услугу. Вот, но совершенно неверно говорить, что какие-то 300 тысяч были выкинуты на ветер. То есть эта аппаратура есть, она используется с точки зрения конкретного проекта. Насколько, опять-таки, я информирован, я не участвовал в комиссии конкретной, не рассматривал это дисциплинарное дело. Хорошо, вот вы уже сказали до этого и сегодня, что текучка кадров, она, в принципе, мешает во многом работе. Сказали, что у госпожи Милошевича, в принципе, нельзя на нее возлагать ответственность, потому что она не знала, видимо, что происходит там под ней. А как так получается, почему? Не, ну как возлагать ответственность, конечно, если ты директор, ты отвечаешь, и, в общем-то, наверное... Ну, я не говорю, хорошо, на 100%, ну, примерно, вы так сказали. Есть, да, последствия налицо. Просто почему так происходит? Откуда текучка кадров, и все-таки государственное учреждение, я понимаю, что тоже там финансирование, видимо, недалеко от... Ну, абсолютно мизерные зарплаты, естественно. Только из-за этого? Да. Ну, не только из-за этого. Ну, да, в общем-то, это причина номер один. Мы платим зарплаты по классификатору, чиновничьему, то есть, в конкретном случае ты не можешь IT-специалисту, неважно, какого он там уровня компетенции, заплатить больше, чем 1917 евро бруто. И получается, что той же системой, например, здоровья... Есть, опять-таки, есть доплаты из проектов и так далее, но в любом случае говорить о... Сравнивая с частным сектором зарплаты, например, IT-архитекторов, ну, не просто программистов и IT-администраторов такого среднего уровня, а действительно высокого уровня специалистов, которые такого масштаба могут разрабатывать системы, да, это не только проблема НВД в госуправлении. Но при этом в других отраслях, помимо здравоохранения, как мы знаем, есть вполне себе чиновники с конкурентоспособными зарплатами. Ну, там, мне кажется, в финансовом секторе, в каких-то других... Да, есть и в НВД, опять-таки, эта проблема, она, в общем-то, она затрагивает, наверное, все специальности, но неравномерно. То есть, скажем, у нас нет больших проблем найти бухгалтеров или... Ну, IT-специалисты, это в первую очередь, да? Да, IT-специалисты и администраторы, опять-таки, в сфере здравоохранения, фармацевты, то есть, они не так на слуху, но на самом деле в фармкомпаниях и в компаниях, и в больницах в том числе, экономисты здравоохранения ценятся очень высоко, и там нам тоже тяжело конкурировать. И там тоже текучка кадров. Но в IT это, наверное, самое такое выраженное. Ну, то есть, правильно будет сказать, что вот системой здоровья из-за текучки кадров постоянно занимались разные люди, разные специалисты, которые во многом там переосмысляли и переделывали предыдущую работу, и из-за этого система такая вот, ну, немного не совсем эффективная? Ну, они не столько переосмысляли и переделывали, может быть, сколько, естественно, ты с первого дня не можешь быть, ну, ты не можешь сразу же включиться, понять весь контекст и… Ну да, а меняли бы из-за того, что просто люди теряли там мотивацию и там зарплаты, да, никак неспособные? Да, зарплаты. Во-первых, зарплата, во-вторых, выгорание. То есть, у нас по выводам внутреннего аудита, допустим, в IT отделе необходимы для того, чтобы поддерживать существующую функциональность 11 штатных мест. В общем-то, всем понятно, что этих 11 штатных мест у нас не будет. Нужно как-то оптимизироваться, кого-то оплачивать какие-то ставки из тех же проектных денег, смотреть, где еще в НВД, в других департаментах и отделах есть какие-то вакантные места, которые систематически не заполняются. И, возможно, не стоит их заполнять, а стоит этот ресурс отдать в IT. Но, в общем-то, на самом деле, да, и коротко говоря, и так одним словом, это зарплата. Небольшой перерыв. Сейчас у нас в гостях глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Лапсфирс. Да, продолжаем. Глава Национальной службы здравоохранения у нас сегодня в гостях. Система здоровья, в частности, многострадальной говорим. Но вот система здоровья, она работает уже, получается, сколько? Третий год, второй заканчивается, напомните. В 2016 году запустили портал для жителей. То есть, с точки зрения пользователя, врачи ее тестировали до этого. С точки зрения пользователя, да, в 2016 год, три года, чуть больше сейчас. Как вы оцениваете состояние и вообще работу, и эффективность этого ресурса сегодня? Согласны ли вы с оценкой той же Илзы Винкела, министра, которая работу охарактеризовала так, что не проглотить, не выплюнуть? Для меня вопроса, проглотить или выплюнуть, не стоит проглотить и дальше продолжать. Потому что... Ну, возьмем конкретно, рецепты. Они стали обязательными в 2018 году, в начале 2018 года. Обязательными стали рецепты для компенсируемых государством лекарств. То есть, их можно, ну, стало можно выписывать только в ЭВСЛИБИ. И тогда, в январе, около 500 тысяч электронных рецептов было выписано. Практически все они были компенсируемые в 2018 году. Сейчас у нас около полутора миллиона электронных рецептов в месяц. Большинство из них – это некомпенсируемые рецепты. Это рецепты, которые врачи выписывают в ЭВСЛИБИ совершенно добровольно. Не потому что им там закон их заставляет. Ни для кого из врачей в данный момент я уже очень давно не слышал, чтобы кто-то всерьез обсуждал, стоит ли нам отказаться от электронных рецептов. То есть, совершенно так же самое, как отказаться от интернета или электричества. Нет, ну, я просто перебью. Конкретно какие-то вот эти вот вопросы архитектуры. Должно это быть сервер на Windows или Linux или Oracle или какая-нибудь такая система. Нет, это все нюансы. Это в третьем, вот как раз-таки в следующей части проекта будет улучшаться существующая функциональность, которая до этого разработана, будут улучшаться и переделываться в том числе. Ну, я понимаю, что я упрощаю, конечно, там, как, наверное, большинство жителей, они в нюансе Linux и прочего… Просто говоря, так коротко говоря, для меня такого вопроса не стоит. Не стоит просто… То есть, весы либо есть, и мы будем продолжать. Похожие вещи, вот вы еще сказали, что в третьей, вот так называемая третья, это очередь развития здоровья, она принесет большую функциональность. Я не хочу там ваши слова как-то там раскритиковать, но примерно похожие вещи звучали перед первой и второй очередью. При этом на деле, если послушать, вот мы как журналисты слышим мнение ассоциации врачей, там, семейных врачей, они говорят, что, ну, это очень сложно, так мягко говоря. То есть, она стреляет очень много палок в колеса. Но отсюда вот и возникает вопрос, и, наверное, понятно, что отказываться от системы мы не будем, но это, наверное, было бы странно, возвращаться, делать два шага назад. Но в то же время, насколько вообще… Нет, я абсолютно согласен. Причем, по-моему, даже ваша служба признавала, что система устарела уже за три года. Да, конечно. И я хотел сказать, что я совершенно никогда не спорю с врачами, говоря о том, ну, я никогда не говорю, что она удобна, быстрая, стабильна… Вот тут причина, по которой она не является таковой, вот интересует, собственно. Что пошло не так? Начиная с того, что не было в первую очередь, и было принято, ну, стратегическое решение, и было принято, что его не будет разрабатывать один какой-то разработчик, а вот туда было и подключены очень многие, чуть ли не все IT-предприятия. А для чего это было сделано? Ну, чтобы, я так понимаю, чтобы не было рисков монополизации, коррупции и так далее. Потому что, когда у тебя много маленьких договоров, тебе очень сложно управляться с ними, все это координировать, но тебя невозможно обвинить в том, что ты кому-то отдал необоснованно заказ на 15 миллионов. И надо сказать, что я этого не боюсь, в третьей части это примерно будет сделано именно таким образом, что будет один конкретный реализатор, который будет отвечать, подключая субподрядчиков. Очень, ну, как у нас его называют, золосат технологий. То есть, многие вещи, различные модули реализованы на разных технологиях, которые между собой плохо согласовываются и сообщаются. То есть, проблемы с интеграциями. Э-рецепты и ЭВСЛИ. Например, опять-таки, бывает очень часто так, что вы заходите на портал, он не работает, вы не можете залогиниться туда. Но при этом проблема не в самой ЭВСЛИ, а, например, в Латвии ЛВ, которая осуществляет именно эту аутентификацию пользователя. Буквально пару недель назад ЭВСЛИ упала именно из-за этого. В Э-рецепте используются классификаторы, за которые отвечает и которым управляет агентство лекарств. То есть, если… Опять-таки, это была одна из проблем, которую мы решали. И все говорят об Э-рецепте и об ЭВСЛИ. Хотя на самом деле проблема решается в этом регистре лекарств. Вспомогательных каких-то, да, площадок? Они не вспомогательные, ЭВСЛИ, ибо это система систем, в которую подключено очень много регистров, который состоит из разных модулей, разработанных, во многих случаях, неоптимальным образом, успевших устареть. То же самое касается и инфраструктуры. Очень многие воспринимают, что если, допустим, было закуплено… Серверы? Серверы, да, были закуплены в проекте, они были куплены, и они будут вечно работать. И на обслуживание понятно, что… И вообще проекты, как мы пишем, очень часто, и как бы, в общем-то, ЭВСЛИ, проекты тоже были написаны. Проект заканчивается с задачей системы. Проект должен заканчиваться моментом, когда система больше не используется. У нас не включаются вот именно издержки на поддержание, не включаются в проект, как правило. Вы летом, если мне не изменяет память, указали на 50 ошибок в системе имеющихся, в службе здравоохранения. Вот вопрос к этому моменту. Часть из них, во-первых, их не 50 сейчас, то есть, вот это… Это какой-то пользовательский совет. Пользовательский совет, да. В котором в основном врачи и фармацевты, и с которыми мы действительно встречаемся очень часто, и которые приоритизировали эти ошибки. Их больше не 50, а таких критических ошибок там… Меньше. Да. А новые не появились? Больше 10. Нет, насколько я знаю, новых в конкретном списке ошибок не появились. Часть из них решилась, например, там параллельно импортированные медикаменты. Невозможно было выписать электронно. Эта ошибка исправлена. Но есть другие ошибки, которые, скажем, опять-таки, если что-то в этом проекте дальше мы будем изменять довольно фундаментально, мы не вкладываемся, не инвестируем деньги в исправление этих ошибок сегодня. Вопрос по здоровью и, в принципе, по введению системы обязательного страхования, которая тоже, насколько я понимаю, из-за технических проблем была как-то отложена, мягко говоря. К две недели, да. Но она была реализована, и я считаю, что это не… Ну, она ведь не была введена в итоге, отложена до 21-го года, насколько я понимаю. Она работает, мы сейчас ей пользуемся, просто она… Разделение на две корзины. И да, и индикативно, и жители… Я, честно говоря, давно туда не заходил, но, индикативно, она работала, и во веселыбе можно зайти и посмотреть свой статус. Единственное, что этот статус, ну, он такой информационный. Нет, но вся история, когда люди должны были внести вот этот социальный налог, сейчас вы возвращаете, потому что, я так понял, не работает система все-таки. Нет, возвращается не потому, что система не работает, возвращается потому, что был изменен закон, и этих двух корзин не будет. Возвращаются деньги именно поэтому, а не потому, что система не разработана. Система разработана и используется, например, в том случае, когда к нам приходит иностранец, который работает официально в Латвии, у него по закону есть право на услуги здравоохранения. Если раньше он приходил к нам, писал заявление, мы писали в службу госдоходов, спрашивали, зарегистрирован ли он как налогоплательщик, ждали ответа и так далее, сейчас нам этого не нужно делать, у нас со службы госдоходов данные текут автоматически. То есть, Waffle, так называемая система, она была… Да, мы тогда опоздали, не запустили ее 1 января, опоздали где-то на 2 недели, запустили в середине января. Но подразумевалось, что она будет всех жителей касаться. Но уже в январе, да, но уже в январе Сейм заморозил вот эту норму закона о именно двух корзинах. По причине? По причине того, что было принято решение, что это неправильно, сами две корзины неправильны. Новый Сейм и новое правительство, в общем-то, отменили решение предыдущего Сейма о том, что житель должен делиться на две корзины. А вам как кажется, который Сейм был прав? Мне кажется, и я сам до этого публично высказывался, о том, что двух корзин быть не должно, потому что это необоснованно ни экономически, ни с точки зрения этики. Это мое личное мнение. Хотя, конечно, как чиновник ты должен любые нормы, которые закон предусматривает, за которые проголосует большинство в Сейме и в правительстве, ты должен выполнять. Мне лично ближе позиция нынешнего Сейма. Давайте звонок примем. Наденьте вот наушники перед вами. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый, добрый. Сложно ветеревато, а заслушать тяжело. Ну вот, регистры, модули, 300 тысяч потери, это не потери. Вот такой вопрос, господину. Как вы думаете, вот эти все нюансы, о которых вы говорите так сложно, вот о них эстонцы слышали или нет? Вот по эздоровью, кто мешал, или может быть, что мешало? Вот просто взять эту систему, которая работает давно, успешно, намного дешевле. Она не намного дешевле. Ну, я просто хочу спросить. Она намного дешевле. Вы сейчас начнете свои раскладки, насколько я в курсе. И это озвучивалось не раз, и даже министрами озвучивалось нашими, начиная с Цирстана еще, и из Белевича. Что она дешевле и существенная, и работа не правдой. Поняли вас, поняли вас, спасибо. Это неправда. Это неправда. Да, можно ответить. Это тотальная неправда насчет того, что эстонцы что-то разработали там за 300 тысяч. Но насчет эффективности это тоже неправда. И нам нужно заканчивать вот просто так сидеть, тихо смотреть в стол. Эстонцы тратят 8 миллионов на поддержку Эздоровья без введения новых проектов. Больше 100 человек занято, то есть именно кадров, не считая подрядчиков. Наши траты на Эздоровье абсолютно несравнимы с эстонскими. Абсолютно несравнимы. Они платят намного больше. Говоря о других странах, Ирландия запускает новый проект, как бы новое поколение Эздоровья. Бюджет 400 миллионов. В Голландии запускает проект о стандартизации вот этих всех данных, что тоже можно назвать новым поколением Эздоровья. Бюджет 800 миллионов. Согласны ли вы с распространенным, как вы видите, в обществе мнением? И поэтому я категорически не согласен с тем, что мы инвестируем в Эздоровье. Согласны ли вы с распространенным обществом мнением, что дело не только в деньгах, а в подходе, в разработках и в принципе способностям? Ну, с другой стороны, конечно, даже за те деньги, которые были потрачены, я считаю, что да, можно было разработать лучший продукт. Лучше именно с IT точки зрения? Я буду стараться именно разрабатывать его хорошо с точки зрения пользователей, с точки зрения системы здравоохранения. И я уже указал на абсолютно конкретные приоритеты, которые я вижу вот в этой вот третьей очереди этого проекта. Меня интересует в первую очередь Э-направление и централизация лабораторных данных. И во вторую очередь остальные 37 пакетов и проектов, которые туда включены. И я считаю, что если есть хорошее управление со стороны именно, ну как это называется, бизнесом, да, основной деятельности НВД, а это именно управление, администрирование и финансирование услуг здравоохранения, если именно вот эта часть будет управлять ЭВС Лыбе, я думаю, что получится лучше. До этого айтишники жили довольно автономно, и это было неправильно. По поводу денег, ну в большей степени политики это касается, хотя у вас политический бэкграунд тоже имеется. Сейчас мы на пороге принятия государственного бюджета, и вы, наверное, знаете, что происходит вообще в медицинской отрасли, и медики готовы выходить на улицы и прочее, но в законе было сказано, что будет выделено столько-то денег, в итоге эти деньги не будут выделены, ну тут все просто на самом деле. Вот вы как к этому относитесь? Как вы это для себя объясняете, как работник этой же отрасли в прямом смысле? Да, это к тому же вопрос о эффективном или неэффективном используемой деньги. И основная проблема в том числе и здоровья, и в целом нашей системы, конечно, в том, что мы недостаточно инвестируем в здоровье. И начинается все это на фундаментальном уровне. Любая система, и политическая, и экономическая, основывается на ценностях. Мы свое здоровье не ценим. Это в первую очередь. Соответственно, парламент просто не голосует за решение выделить больше средств здравоохранению. Какие-то спекуляции о том, что в Латвии какая-то особенно неэффективная система здравоохранения, опять-таки, не подтверждаемая вообще ничем, никакими цифрами. Ну как неподтверждаемая? Ну если в Эстонии тратится в два раза больше на человека бюджетных денег на здоровье, естественно, там здравоохранение будет качественнее. Мне интересно, вы сказали в самом начале, мы не ценим. Вы имеете в виду то, что на ментальном уровне каком-то? Общество не ценит свою здоровье? Да. Что это имеется в виду? Да, общество не ценит свою здоровье. А чем мы отличаемся в таком случае от эстонцев? Ну, почему мы тогда не ценим, а не ценят? В целом, есть корреляция. Чем богаче страна, тем больше она тратит на здравоохранение. Пропорционально. Не в абсолютных цифрах, а пропорционально. То есть большую часть бюджета она дает здравоохранению. Почему? Потому что богатые люди и богатые страны думают в долгосрочной перспективе. Когда человек беден или система бедна и недофинансирована, она думает только в завтрашнем дне о том, будет ли страйк врачей или не будет страйка врачей, о том, в каком месте тебе потушить пожар, а не о том, где будет система через 10 лет и во что тебе нужно в действительности инвестировать. Парламент принимает те решения, за которые его выбирают. Не парламент считает, что в здравоохранение не нужно инвестировать. Так считают сами жители. То есть система плохая, неэффективная, мы им денег не дадим. И в конце концов страдаем мы сами от этого. У нас 3,5%... То, что обещания не выполняются. Ну, в каком-то смысле, да. Но, опять-таки, я весьма ограничен в том, чтобы комментировать какие-то политические события, решения Сайма, тем более. Но, в общем-то, опять-таки, сложно тебе поддержать закон, когда этих денег у тебя просто нет. А зачем обещать тогда? Я тоже считаю, что нам нужно оплачивать парентеральные, скажем так, пациентам, инсультникам оплачивать их питание, потому что оно специфичное и очень дорогое. И я бы с удовольствием подписал бы рекоймс о том, что мы так и делаем, но этих денег просто нет. В какой-то степени то же самое у Сайма. И, разумеется, нам нужно выделять большую часть бюджета в здравоохранение. Я не принимаю упреки в какой-то драматической неэффективности латвийской системы, потому что, если мы посмотрим в сравнении с другими странами, с европейскими странами, есть индикаторы такие, индикаторы качества и эффективности системы здравоохранения – это медицинская предотвращаемая смертность. Если мы возьмем конкретно эту цифру против евро, который мы тратим на здравоохранение, то мы совершенно не выглядим неэффективно на фоне других стран. У нас уже не так много времени, остается буквально 5 минут. Есть еще некоторые точечные вопросы, которые хотелось бы, чтобы вы прокомментировали у нас в эфире. Буквально на днях развернулась такая история, что житель Латвии, который получил здесь ВНЖ вместе с своей женой, у них вид на жительство, не знаю, слышали ли вы про эту историю, они решили оформить ВНЖ для тещи, для пожилого человека, у которой страдает деменция, у которой есть проблемы со здоровьем. Якобы эту проблему со здоровьем диагностировали в Рижской больнице, бикернеки были указаны. И, насколько я понимаю, на основании этого человек при наличии деменции, он может не сдавать экзамен на госязык. И для этого нужно получить соответствующую справку от инспекции здравоохранения, которой, я так понимаю, вы тоже связаны. При этом инспекция здравоохранения, не обследовав никак вот эту женщину, сказал, что нет, все в порядке, экзамен нужно сдавать. Но вот в итоге этот человек, который изначально сообщил об этом, он объявил голодовку и сказал, что, ну, вот хотелось бы понять, как это работает, вот эта вот системная тоже составляющая? Ну, в данном случае там нету… Ей должны были, я так понимаю, что дать инвалидность, скорее так, это в ДЭАК, а не инспекция здравоохранения. Инспекция здравоохранения диагнозы не ставит. Ну, не диагнозы, но она является той инстанцией, которая может сказать, должен человек или… Можем, я честно говоря. Вы не можете сказать, просто есть ли вариант, когда это может быть не связано с инвалидностью, а вот с, например, заболеванием, которое, например, не… Ну, как-то с инвалидностью не связано. Ну, там просто нужно узнать, на каком основании освобождают от экзамена. Это центр госязыка, это инвалидность или это конкретный диагноз. Конкретный диагноз ставит врач, инвалидность подтверждает ДЭАК. Очень сложно комментировать, если говоря. Хорошо, еще одна история вот от бухгалтеров поступает, скажем так. И там нету никакой, ну, я не вижу вообще никакой связи с ВНЖ. Связь с ВНЖ только со стороны госязыка и вот именно вот этой вот справки. А в том, в плане, что диагноз поставить… Хорошо. Еще одну ситуацию, связанную, кстати, с электронной системой, вот от бухгалтеров приходится слышать, что когда человек работает на каком-то предприятии, условно говоря, и оформляет больничный, то бухгалтер может увидеть через систему этот больничный только когда больничный закрывается. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ему в электронную систему приходит оповещение, больничный закрыт. При этом, если человек, например, начал болеть в конце месяца, а закончил в начале следующего, то отчет о предыдущем месяце, из-за того, что бухгалтер не знает о том, что человек на больничном, он знает только когда он закончит этот больничный, он может допустить какие-то ошибки. Вот такая ситуация. Да, да, и это, насколько я помню, одна из вот этих 50 ошибок. Я не скажу вам сейчас конкретно по поводу этой ошибки. Нужно с коллегами уточнять, решено это или нет. Ну да, вот именно вот такие вот ошибки. Вот это и есть те 50 список. Просто в этой же связи министр благосостояния недавно, Рамона Петровича, у него возникли подозрения, что якобы в летние месяцы родители оформляют слишком там как-то вот, как сказать, фейковые больничные. И мы сейчас, мы им отдали данные, статистики, в Лаб-Клайбс Министрию, статистику об этих больничных листах. И там создана рабочая группа. Мне кажется, проблема не столько, не проблема, а в принципе количество больничных листов растет. Опять-таки там очень многие факторы. Совершенно не значит сразу, что люди стали больше болеть. Мне больше кажется, что это просто рынок труда становится более формализованной. И мы не боимся брать больничные, когда мы болеем. Но вот для того, чтобы это изучить, и вот этот вот вопрос того, что берут летом больше. Я не скажу конкретно по нашим данным, соответствует ли это действительности или нет. Если министр Петрович говорит, то скорее всего да. Эти данные отдали министерству, и они оценивают. Спасибо большое. Нам пора заканчивать. Глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Лапсвирс был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеев. Всего доброго. До свидания.